Всем привет, меня зовут Булов Константин И это одна часть из моей жизни Есть все люди, которые Увидел говно в людях Есть определенные правила, но я Костян, как жизнь молодая Да ничего, нормально, как твоя Отлично все Все вроде бы нормально Дай бог, дай бог Лучше всех Расскажи нам Что вам интересно Расскажи нам Вот мы сейчас с Вадимом общались Дорогу про Армейку Ну вот смотри, ты короче ушел В каком весе? 64 килограмма, да? Говорят, в Армейке хорошо кормят, да? Говорят, хорошо кормят А я тебе сказал, что он очень хорошо кормит А где ты служил? Служил в спецназе в Ленинграде Ух, да, да, мне вот Вадим сказал уже Ну и что ты можешь сказать Ну что там, вот говорят типа Вот у тебя были, например, друзья, да? У тебя же те же друзья остались? Или ну как-то так получилось Что кто-то там не навещал Не писал, не звонил У меня нет друзей Я тебе так могу сказать Ага А Вадим тебе кто-то кем-то? У меня есть очень хорошие товарищи Близкие Я не могу Я знаешь, как тебе сказать Друг это очень такое Но ты из тех людей, которые Ну не можешь сказать, что Вот Человек, который... Я из тех людей, которые Увидел говно в людях, понимаешь? И после этого я не считаю Нужно назвать кого-то другом Если я с человеком общаюсь Это говорит вам норму Если я с ним не общаюсь Значит, если я с ним не общаюсь А ситуация покажет Все сама за себя Вот такой, ребят, зал У Константина Белова Чисто пацанский Душевный Меня зовут Белов Константин И это один час из моей жизни Я занимался каратэ Я занимался тайским боксом Смешными наборствами Отслужил в армии Пришел с армии И понял, что Наверное, я хочу заниматься Культуризмом Не потому, что мне тяжело драться Не потому, что мне тяжело бороться А, наверное, просто потому, что у меня Все дороги ведут сюда Ведут в зал Ведут в тяжелую атлетику Ведут в культуризм Это не потому, что я хочу быть красивым Это потому, что я хочу быть сильным Сегодня мы делаем Разгибание-сгибание Потом мы делаем Мертвую тябу Потом мы делаем Жим узким С узкой постановкой ног Потом мы делаем выпады здесь Со штангой Потом мы приседаем Фронтальный Фронтальный нет Не фронтальный А обычный Обычный присед А сколько у тебя подходов Например, на обычный присед Вообще, по идее, мы делаем всегда 6 Сегодня сделаем 4 Потому, что много упражнений Присед в конце А присед всегда в конце должен быть? А то обычно приходят все такие О, я на присед Ну, здесь Как мышцы привыкли У нас привыкли мышцы к тому, что Он в начале Его надо убрать в конец Чтобы утомить ноги Чтобы дать стресс И чтобы в конце уже было приседать Разорвать Вот почему ты постоянно на видосе Говоришь, блин, мне так хуёво Бля Хуёк, это в этом сердце А почему он должен падать? Можно по приколу вот это Зевса сделать стойку Больше? Нет Какой это вес? 300 килограмм Самый простой, да, для тебя? Нет, не самый простой Нормальный Ты сейчас ноги почему так поставил? Чтоб квадры больше работали Квадры это вот Может кто-то не знает И конечные при разгибании Все, ясно Делаем, ребята, мертвую тягу После режима Четыре подхода Изначально вес 60 Но кто потяжелее Тут делаем больше Понеслась Сколько подходов? Четыре подхода Ты хочешь делать из Вадима такого же? Хочу сделать из Вадима лучше, чем такого же По-любому Так не будешь А ты для себя сам режим все составлял? Ну у меня есть Очень хорошая девочка Люди, ты знаешь Они выступали Теперь в Тестеме 3 Были финалистами Они мне помогают Я их очень сильно люблю Вот, и они мои Помощники в этом плане Я им очень поражаю Так что Они тоже зацеплены Тогда спасибо девочкам тогда, да? Да, круто, спасибо Можешь поцелуйчиком отправить Все, не давать мне девочкам Вот, вот, Вадим сейчас правильно держит? Он держит так, как ему удобно Эта физиология Когда будет большой вес Он будет автоматически убрать ее Вот на линию Задний плей Сейчас ему не тяжело И он делает ее просто А если вот, например, делать Вот, как он сейчас делал Большими весами Большими весами? Да Будет неудобно Он пытается И он не сможет это делать Она сама скакивается Колени должны вперед уходить? Дальше Нет, дальше мы скакались Заходить не должны Но тут тоже физиология Как бы тут Есть определенные правила Но я придерживаюсь все-таки правил Физиологии человека То есть кому-то Удобно, допустим, Делать бицепс И не выносить локоть, да? Вот сюда вперед Он чувствует, он у него растет То мне нужно выносить локоть вперед Вот сюда, вверх Чтобы почувствовать У него сокращение мышцы Также, в принципе, кому-то Вообще неудобно Убирая жопу назад Потом вот так У него растут ноги Как будто физиология Есть правила, да, определенные Как сварить лицо Да, это одно Но как сделать свои ноги Или сделать свое тело Это вообще абсолютно не так То есть, значит, никого не слушать Как ты... Нет, ты должен слушать Ты должен пытаться сделать Так, так, так Но какой-то из этих примеров Ты поймаешь, сделаешь Вот это вот мое Ну, и ты отбросишься остальным рядом Потому что видишь, что рост здесь именно есть Ясно Рост идет, Вадим? Конечно Костя Говорят, короче, делать базу Базу надо делать? Это значит, делать базу надо, но Надо делать базу Больше ничего не могу сказать Я раньше не был сторонником базовых положений До сторонников Какого-то Злее за выражение ерунды Я делал только грудь Делал только плечи Бицепс, да Но потом, в скором случае, понял, что Основной рост нога, спине И мы начали побить ноги Грудь и спину Очень трудно И в один Реально, как бы, за месяц Вырос на очень много килограммов Сколько ты весил? На 20 килограмм Сколько ты весил? Ну да На первой тренировке весил 64 64? Да А вчера взвесился И весы показали 83 килограмма Месяц пролетел С тренировками Нет, просто больше Перетерывка больше На 10 декабря 50-го дня Мы без остановки Работаем, работаем Растем Чего желаем вам Так что приходите к Косте Записывать Пишите ему в директ Константин Белов Пишите ему в директ У меня тут все-таки просто Откажешься Упражнение, да Я хочу и то и то сделать. Сейчас тупо выпады будешь делать? Сейчас да, 4 прохода выпады без остановки, потом отдых. Потом 4 зала лягушек, потом отдых, потом пресс и все, и спать. Сколько ты отдыхаешь? Между подходами? Да. Ну в среднем минуты полторы-две, это если вот такие упражнения. Если я занимаюсь железом, то 40 секунд, 50 секунд, не больше. А сколько питаешься в день? Вообще честно, если сказать, сейчас очень плохо питаюсь. Ну из-за того, что просто не хватает на это времени, желания. А так, так мы питались сразу по 6-5 дней. Да? Да. Вадик просто четвертый раз уже прыгает и вот добегает. Ребята, это очень смешно, честно. Но и очень больно, и очень тяжко. Давай, давай, папушка, давай! Выше упрыгай! Мне вот интересно, какой... Выше! Выше прыгай! Давай, я что-то делаю, потяну? Давай, давай, прыгай, потяну-ка! Вот так оно и бывает. Всё, снимай! Всё, всё, я напрыгнул. Хотел спросить, у тебя вот татухи же есть, да? Они же при любом что-то значат, но есть же люди, которые просто набивают, а есть которые у кого-то что-то, каждая татуировка что-то значит. Я так могу сказать, у меня татуировки, одна татуировка со значением, все остальные со значением, но это моё, это личное моё и как бы для людей это просто картинка. У меня есть драконы, которые недоделаны в воде, японские. А это он в воде? Да, это вода, но просто он недоделанный, поэтому такой. Есть такой мужик с такой девочкой. Ага. Вот. Есть вот такой иероглиф. Это иероглиф Каратагио Кошенхая, он везде здесь есть. Да, да, я заметил. Есть лев, да, на ноге. Ну да. Но я без трусов не буду показывать. Да. Есть татуировка вот такая, самая первая. Тоже, вот она со значением и лев со значением. И вот это со значением всё. Одну хотя бы скажи какую-нибудь. Можешь? Как интересно же, наверное, та, которая на поясе, да? Да. Ну, мне кажется, все будут интересоваться, что за татуировку у тебя на путь. Была такая девочка, вам всем знакома, наверное, она, кто меня знает. И Кудус Кристина. И было такое дело. На вторую неделю, когда мы с ней встречались, я сказал о том, что я сделаю татуировку с твоим именем. Она оказалась человеком, который цепляется за это, за всё. Я оказался человеком, который отвечает за свои слова. И мы поехали, я набил татуировку с её именем по кругу. А что написано? Там её имя, я думаю, этого достаточно. Спросите ли вы меня, жалею ли я об этом? Да, жалеешь ли? На секунду вообще. Не жалеешь, да? Каждая татуировка, которая сделана мной, она осознанна. И, соответственно, это немножко маленькая такая история. Готов даже её перебить, сделать ярче. Красивее, потому что она стирается. Стирается? Татуировка сама? Да, да. Она на кости, поэтому она стирается. А так, в принципе. А были ли мысли, чтобы расстались? Были же мысли какие-то, типа, может быть, убрать или ещё что-то? Изначально. Изначально я думал об этом. Думал, чем это закрыться. А потом, наверное, с тем, что я начал взрослеть, я понял, что Мудрость появилась. Естественно, и есть. Наоборот, это круто, здорово и мило. Помнить о том, что была такая девочка, Кристина Кудуз, которая первая меня в это во всём направила в татуировку. Если бы она, может, я вообще никогда бы не сделал татуировку. А дракон тебя как направил? Тоже как-то, но ты не скажешь? Я просто занимался карате. Угу. И там очень сильно, очень сильно, ну это же Япония. Да, ты рассказывай. Вот. Дракон означает, это святое такое у них животное. Угу. Изначально был карп, он плыл против течения по горе. И когда он поднялся на высшину горы, он стал драконом. Прикольная история. Вот. Поэтому я набил все дракона в карпа и на карпа пока я ещё не тяну. Угу. 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 Субтитры делал DimaTorzok